Всем привет! Это Мила, и я ваш проводник в мир прекрасного и могучего русского языка. На своём канале я учу вас реальному русскому языку, который мы используем в речи. И в этом видео я покажу вам самые распространённые русские слова, которые мы любим сокращать. Данные сокращения мы используем в неформальной речи с друзьями, родственниками и коллегами. Вы также можете услышать эти сокращения в телесериалах и фильмах. Итак, первое слово – что. Вы заметили, что мы произносим букву Ч как Ш, то есть у нас не ЧТО, а ЧТО. Что. Во всех словах, где у вас есть это сочетание букв Ч, Т, О, вы должны читать букву Ч как Ш. Например, НИ ЧТО. НИ ЧТО. Или ЧТО-НИБУДЬ. И так далее. Несмотря на то, что это слово и так уже короткое, куда короче можно подумать, но мы умеем сделать ещё короче. Мы любим произносить это слово ЧТО как ЧТО. ЧО. Возможно, вы заметили, что это ЧО можно услышать везде. В телесериалах. А ЧТО хмурый такой? ЧТО не вижу радости. ЧТО ты улыбаешься? Уволено. В фильмах. Ты ЧТО следил за мной? Нет. И даже в песнях. Ты скажи, ты скажи, ЧТО тебе надо? ЧТО надо? В разных вариациях. Это может быть часть вопроса или способ переспросить что-то, когда вы не поняли, что вам сказал ваш собеседник. Но мы не сокращаем это слово, когда оно выступает в роли союза. Например, я знаю, что вы делали прошлым летом. Я не могу сказать, я знаю, чё вы делали прошлым летом. Нет, в данном случае ЧТО это союз. Это не часть вопроса. Поэтому мы не можем его сокращать. А вот в качестве вопросительного слова мы действительно очень часто используем это слово. ЧО. Когда говорим с друзьями или родственниками, а также с коллегами, которых вы хорошо знаете. И в этом случае ЧТО не звучит грубо или невоспитанно. Чё такое серьёзно? Хотя многие люди считают это минусом. ЧОКОТЬ. 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 Очень важно, не используйте это сокращение ЧО с людьми, которых вы мало знаете, мало знакомыми людьми или же в каких-то формальных ситуациях. например, на работе с вашим боссом. Следующее слово, которое мы любим сокращать в русском языке, это слово СЕЧАС. 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 Как вы думаете, каким образом мы сокращаем это слово? Ой, сейчас подождите, кто-то звонит. Алло, привет. Нет, сейчас не могу, я снимаю видео. Ну, давай, пока. Извините. Так вот, это слово СЕЧАС мы очень часто сокращаем до ЩАС. ЩАС или даже просто ЩА. ЩА. ЩА, подожди, я отвечу. Или ЩА, я сделаю это. ЩА, щА, пять минут. В речи, в реальной речи, когда мы говорим, мы не произносим это слово как СЕЧАС. Никто практически не произносит это слово как оно должно быть. Да, конечно, в формальной речи, когда вы выступаете и когда вы говорите со своими коллегами или с малознакомыми людьми, лучше употреблять эту полную форму СЕЧАС. Но в речи с вашими друзьями, с вашими родственниками, вы вполне можете сокращать это слово на ЩАС. Я ЩАС не могу говорить, я занят. ЩАС, щАС. Галочка, ты щас умрёшь! Потрясающая новость! Старик, ты щас офигеешь! О, ты пришёл нам помочь! Едем дальше. Следующее слово СЕГОДНЯ. СЕГОДНЯ. Ну, во-первых, я хочу обратить ваше внимание на то, что мы не говорим СЕГОДНЯ. СЕГОДНЯ. Нет, ни в коем случае. Мы говорим СЕГОДНЯ. Может показаться странным, почему букву Г мы произносим как В. И это далеко не исключение. Есть определённое точное правило для этого сочетания букв. Если вам интересно, я собрала полый детальный разбор всех правил произношения русского языка в своём курсе по произношению, который вы можете найти по ссылке в описании. Итак, это слово СЕГОДНЯ мы часто сокращаем в речи и вместо СЕГОДНЯ мы говорим СЕГОДНЯ. 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 Очень быстро. СЕГОДНЯ. 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 Может показаться очень странно, как звучит это слово, но мы реально в речи так говорим. То есть, например, вам звонит знакомый и спрашивает. СЕГОДНЯ. 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 ХОЧЕШЬ ПОЙТИ. В КИНО. И вы размышляете и отвечаете. СЕГОДНЯ. Нет, слушай, сегодня я занята. Сегодня не могу. Давай завтра. О, привет. Прикинь, что сегодня было? Что сегодня было? Следующее слово НИЧЕГО. НИЧЕГО. Опять-таки, здесь вы можете заметить, что букву В мы произносим как В. НИЧЕГО. НИЧЕГО. Ну, а как же мы сокращаем это слово? Ваши догадки? Ваши варианты? Слово НИЧЕГО мы часто сокращаем до НИЧЕГО. НИЧЕГО. Например, у вас кто-то спрашивает. Привет, чё делаешь? М-м-м, да НИЧЕГО особенного. Да НИЧЕГО, НИЧЕГО особенного. Или, как дела? Да НИЧЕГО пойдёт. Да НИЧЕГО пойдёт. НИЧЕГО. Или, конечно же, можно сказать, да НИЧЕГО пойдёт. Но в разговорной речи нам проще сказать НИЧЕГО. НИЧЕГО. Вообще даже рассказать НИЧЕГО. МЕНЬЧЕГО. Кстати, в разговорной речи мы также любим сокращать русские местоимения. такие, как ТЕБЯ, ТЕБЕ, СЕБЯ и СЕБЕ. Например, ТЕБЕ может звучать просто как ТЕ. ТЕ. ТЕБЕ, ТЕ. Конечно же, не просто это одно слово, а в речи, когда вы произносите его с другими словами. Например, ну и я ж ТЕ говорила, я ж ТЕ говорила, я ж ТЕ говорила. Полная версия, я же ТЕБЕ говорила. Но, поверьте, в речи никто не будет прям настолько выговаривать каждое слово. Мы часто можем их сокращать. Я ж ТЕ говорила, ну и я ж ТЕ говорила. Кузя, я тебе еще раз говорю, у меня проблемы. Майкл, а я тебе еще раз говорю, скажи недостаток. Майкл, а я тебе еще раз говорю. Слово ТЕБЯ в быстрой речи может заменяться на... Как вы думаете? ТЯ. ТЯ. Я не шучу. В реальной быстрой речи вы можете вместо слова ТЕБЯ услышать просто ТЯ. Я ТЕ люблю. Я ТЯ люблю. Я ТЯ люблю. Я ТЯ люблю. Конечно, я не могу сказать это таким образом, если я говорю медленно, но в быстрой речи оно может звучать именно таким образом. Я ТЕБЯ люблю. Я ТЯ люблю. Маш, хватит! Мне пофиг, что у тебя произошло. Вообще неинтересно служит твою чушь. Мне пофиг, что у тебя произошло. Вообще неинтересно служит твою чушь. СЕБЕ. 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 По аналогии со словом ТЕБЕ мы сокращаем это слово в речи на СЕ. СЕ. Например, выражение НИЧЕГО СЕБЕ можно произнести как НИЧОСЕ. НИЧОСЕ. У нас двойное сокращение НИЧЕГО на НИЧО и СЕБЕ на СЕ. НИЧОСЕ. 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 НИФИГАСЕ, тут круто! НИФИГАСЕ, тут эхо! НИФИГАСЕ, тут лифт! Если он сейчас скажет НИФИГАСЕ, он ещё и работает, я его подумал. НИФИГАСЕ, он работает! Ну и слово СЕБЯ в быстрой речи часто заменяется на СЯ. СЯ. СЕБЯ. СЯ. СЕБЯ. Следующее слово ВОБЩЕ. 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 Ваши догадки. Слово ВОБЩЕ в беглой речи мы часто сокращаем до ВОБЩЕ. 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 Не, ну я ВОБЩЕ ничего не поняла. Чё ты сказал? Попробуйте расшифровать, что я сказала. ВОБЩЕ. 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 слышишь именно в этой форме с местоимением ты как будто бы спрашиваете вы у кого-то слышишь ты меня слышишь и вот это слышишь иногда заменяют на слышь слышь это довольно грубая форма но с друзьями и и вполне можно использовать иди там тебе твой красавчик пришел следующее слово которое мы любим сокращать это слово нормально нормально ну ваши догадки нормально сокращают просто до норм норм нормально норм как дела норм или более разговорный вариант ты вообще как норм ты вообще как норм то есть расшифровываю ты вообще как нормально ты вообще как норм а что же у нас дальше а дальше у нас слово может может это слово мы можем сокращать только в речи когда мы используем это слово в предложении такой быстрые разговорные речи алло слышь я почти закончила снимать видео может после этого сходим в кино ну может тогда закажем пиццу ну может сходим прогуляемся в парке ну может тогда ты сама предложишь что мы можем сделать вместе а еще мы любим сокращать частицу нибудь в таких словах как где-нибудь как-нибудь что-нибудь и так далее кто-нибудь сокращается до кто нибудь кто нибудь кто нибудь и опять это должно звучать именно в предложении не отдельно если вы просто скажете кто нибудь это будет звучать странно а вот в беглой речи это звучит очень даже нормально то есть мы к этому привыкли кто нибудь кто нибудь кто нибудь что нибудь что нибудь как нибудь как нибудь как нибудь когда нибудь когда нибудь когда нибудь и так далее Если вам нравятся мои видео и вы хотите поддержать мой проект, а также получить доступ к эксклюзивным материалам, вы можете стать патроном моего канала. Вы найдете всю необходимую информацию по ссылке в описании. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео, и если это так, не забудьте лайкнуть и оставить ваш комментарий, ведь это очень помогает развитию моего канала. Увидимся в следующий раз. Пока-пока!